Здравствуйте! Мы сегодня здесь, в офисе НИСК, соосновательницей казахстанской феминистской инициативы «Феминито». Меня зовут Жанна Секербаева и... Меня зовут Кузяна Сержант. Мы соосновали нашу феминистскую инициативу в 2014 году. И с тех пор от имени ЛБКТ-сообщества, от имени лесбиян, бисексуала, квир и трансженщин Казахстана делаем активизм, который в основном сфокусирован на права, адвокацию, мониторинг ЛБКТ женщин. Участвуем в организации, например, маршей или же литигации. И много таких действий, которые нужны для того, чтобы защитить права женщин в Казахстане. Права женщин – это не только женщины гетеросексуальные или те, которые у нас, к сожалению, имеются в наших гендерных программах до 2030 года, обновленных. Там вы увидите образ женщины, окруженной детьми. Рядом с ней также будет гетеросексуальный супруг. Здесь же мы на наших встречах говорим о разнообразии групп женщин. Бывают одинокие женщины, бывают лесбиянки, бывают бисексуалки, бывают квир, трансженщины. Мы показываем, что эти группы, в зависимости от того, в какой группе женщина, по-разному у нее пересекаются, накладываются, скажем так, некоторые слои дискриминации. Если девушка будет в селе, и она будет в инвалидной коляске, и еще, например, она будет лесбиянкой, то вы можете представить, сколько у нее будет слоев, скажем так, дискриминации. Вот это все мы примерно, вот такая тема, плюс добавляем наш рассказ о институтах адвокации, таких как комитеты ООН, куда мы постоянно докладываем о ситуации в ГБТ. Рассказываем о спецдокладчиках, рассказываем о квотах гендерных, в чем их негативная сторона для Казахстана именно в настоящее время. Рассказываем о списке запрещенных профессий, которые удалось отменить. Именно благодаря нам мы сегодня не стесняемся это заявлять. Именно феминито Гузяда Сержан, коллежанки нашей команды с 2017 года ввели эту долгую, долговременную адвокацию. Вот Гузяда, может пару слов про этот список? Да, этот список был прямой дискриминацией именно женщин, потому что там было написано список запрещенных профессий для женщин. После того, как прошла наша адвокация в нашем союзе с феминитой, была попытка заменить слово запрет на ограничение. То есть это вот в нашей системе легитской, они пытаются вот такими словами как-то прикрыть, закрыть. Но мы добились того, чтобы вообще отменили, убрали этот список. Потому что этот список, он никому не нужен был, ни женщинам, ни нашему государству, ни нашему обществу. Нам удалось поднять эту тему и вывести на поверхность, чтобы все поняли, что этот список никому не нужен. Вот хотелось бы вам донести, что мы занимаемся правами человека. Не особенными правами, какими-то дополнительными. Не людьми, которые вообще не казахстанцы. Мы казахстанки, казашки. Закончили здесь образование, здесь родились. Это вот наша земля. Мы занимаемся активизмом, потому что это то, где мы живем. Мы хотим брать за руку наших любимых женщин. Идти с ними по улицам, гулять, вздыхать чистый воздух. Видеть, как растут наши деревья. Чтобы животных на улице бродячих не убивали. Вот, вот про что мы, вот такое общество мы хотим создать, а не общество, которое вы там так боитесь, что мы что-то делаем с вашими людьми, что мы делаем что-то с моралью и нравственностью. Извините меня, я исследовала казахские сказки. Я вам первая сообщу, если это вам будет новостью, что казахские народные сказки содержат столько квир и столько трансгрессивных сюжетов, что вам и не снилось. Что вы даже и не подозреваете, ну, например, деда Дударкас, девушка, постоянно переодевающаяся в парня. Или, например, она держала ножку у сайгака у себя между ног, потому что она хотела доказать мужчине, что она мужчина. Или, например, как постоянно переодевались девушки-лучников, выигрывали таким образом конкурсы, когда главный приз был же, знаете что, не какой-нибудь конь, не какой-нибудь там свиток золота. А главный приз была девушка Хана, дочь Хана. Вот такие трансгрессивные сюжеты в казахских народных сказках, которые не я придумала. И, наверное, не вы, а наши прабабабушки придумали, прадедушки придумали. В заключение хочется сказать, что мы, казахстанская феминистская инициатива феминита, будем продолжать работу в Казахстане, как казахстанские феминистки. И у нас есть очень много союзников по всему Казахстану.